До ремонта по этой дороге еще можно было проехать. Сейчас только в объезд. Новая дорога заканчивается непроезжей кашей. На ремонт переулка Вишневой не хватило 20 метров асфальта. Элементарно, видите, визуально сверху видно, что выполнено. Это отписка. Вот и все. Я думаю, что это именно так. Потому что вправо-влево шаг, все там целина. Это тот ремонт, которого жители частного сектора добились угрозами бойкота выборов. Еще один переулок фруктовый засыпан асфальтовой крошкой. На самую большую яму крошки тоже не хватило. Глубина 15 сантиметров. Это вот еще и по цифре. Даже не метр, а метр шестьдесят. Рулетка с линейкой для лепчан теперь как оружие. Улицу Володарского власти тоже обещали отремонтировать. Но все ямы на месте. А значит, скорая сюда опять не поедет. Валентина Стрыгина считает, что из-за такой дороги она лишилась отца. И вот у меня соседи, вот два парня, брали его на одеяло, ложили и несли Доворовской на скорую. Вот она на бугор выносили вот по прямой. Потому что скорая там его ждала уже с холодными ногами. Спокойствие, только спокойствие, заявляет Липецкой мэрии. Улицы Доргомышского, Володарского, Чкалово, переулок фруктовый приведут в порядок буквально вот-вот. Эти работы все в планах. И они будут завершены в эту неделю и в последующую. Значит, у меня здесь никаких сомнений нет. И, в общем-то, эти работы, они на сегодня, я говорю, чисто по технологическим причинам временно прекращены. Единственное, чего не обещает власти, это доложить 20 метров асфальта в переулке Вишневый. Объясняет, по соседству строится дом. Пока ездят большегрузы, нормальной дороги здесь не будет. До 14-го числа пусть сделают, значит, дорогу, чтобы люди хоть нормально ходили здесь. Потому что невозможно ходить. Потом пойдем голосовать за нашу власть городскую. А если не сделают? Не пойдем. Если не сделают, не пойдем. Жители шести улиц утверждают, что в их требованиях нет политики. Свою позицию они объясняют просто. Не пойдем на выборы, потому что не пройдем. Майя Евглевская, Олег Голобоков, ТВК Новости.